Скажите, что это за такое искусство? Откуда оно пришло? И как его понимаете? Вы знаете, создание различных ритуальных мандал было известно издревле, от Европы до Тихого океана. Но на самом деле нашей целью не было создать именно какой-то обряд и ритуал. Мы хотели создать арт-событие, в котором принимают участие все наши зрители, гости фестиваля. И все, возможно, почувствуют себя художниками, когда прикасаются к такому необыкновенному материалу, как песок. Все мы умеем рисовать красками, но умеем ли мы рисовать песком? Оказалось, что это достаточно сложно. Мы придумали такой необыкновенный рисунок, не в виде орнамента, как обычно мандала имеет рисунок орнамента. Мы взяли рисунок спирали. А спираль – это движение, это развитие, да, мы все знаем, это рождение и рост, расцвет и в конечном счете завершение. Но завершение – это красивый на самом деле процесс. Вот так же, как наш фестиваль, да, он столько яркости приносит здесь, Шушенскому. Но потом раз – и завершился, все уехали. Я всегда сравниваю тоже вот этот вот процесс с мандалой. Раз – все создалось, потом раз – все разрушилось. А вот это будет как-то разрушаться, или оно само как-то сдует ветер, или кто-то пройдет, или ночью как-то она останется, или это будет как-то вот так? Мы думали, что эта мандала, она будет жить своей жизнью здесь столько, сколько вот позволят ей зрители. Мы не собирались ее разрушать как бы специально. Я думаю, что она поживет еще завтра в течение дня. Я надеюсь на это. Вот вы говорили, что никогда такой красивой у вас еще не было. Это действительно так? Мне кажется, каждая мандала, она красивая. Но именно здесь у вас, в Шушенском, получается, что она в таком контексте природы. Здесь свежий воздух, такое красивое солнце, вот эта замечательная поляна, зелень. Люди прекрасные, люди, приехавшие отдохнуть и не имеющие никакого напряжения. Они рисуют с удовольствием, отдаются этому процессу. Поэтому она вот получилась такая красивая, яркая, сказочная. Какие символы избраны? На самом деле для начала мы заготовили определенные символы, которые встречаются при создании вот такой вот картины мира. Это что? Это солнце, это небо, это вода, это все стихии, это человек, это мужчина и женщина, ребенок, животные, охота. То есть все, что окружало человека издревле. И сейчас, в принципе, тоже окружает. Только не охота, а работа, да, мы это называем словом. Мы сначала думали, что будут делать только дети. Потом мы увидели, что подходят только взрослые и очень удивились. Но потом взрослые показали пример, и дети стали делать вместе со взрослыми. То есть их, видимо, вот этот большой коллективный процесс немножечко сначала удивил. Но потом они стали частью, да, так же, как вот ребенок приходит в мир, и он сначала вот, ну, часть маленькая. Потом раз, раз развивается все интересное. Все получается. Редактор субтитров А.Семкин